всем доброе утро и это мой завтрак каша овсяная сваренная на миндальном молоке миндальное молоко в 100 граммах 29 или сколько там 24 килокалории миндальное сделала сама миндаля в общем здесь у меня каши 200 грамм специально делаю так чтобы потом еще 200 грамм или перекусом или что-нибудь добрать еще на 200 грамм на перекус пойдет и будет у меня в целом завтрак 400 всем приятного аппетита всем привет я рада всех видеть кто забегает на мой периодический канал давно меня не было почти месяц за этот месяц ну просто человек был и в депрессии и в болезни потом меня вывели из зоны комфорта была с внуками несколько дней вышла из этого депрессионное состояние и надеюсь больше туда не буду входить но она периодически входит может быть погода может быть еще какие-то факторы может быть уже возраст что-то мне не нравится что-то не получается и вот вгоняешь себя состояние когда ничего не хочется не делать не общаться ни с кем не а просто сидеть на диване у полица в телевизоре все не знаю вас бывает такие состав такое состояние у меня есть иногда бывает за этот месяц ничего не произошло вес мне поднялся и поднялся прилично так поднялся и остановился теперь он за мне в этот месяц он простоял не туда и не сюда не вверх не вниз именно вот то что я вам не снимал я вернее снимал но я не выкладывала весом не просто стоит на одном месте месяц уже стоит сейчас мой вес составляется 143 килограмма эти 143 килограмма у меня уже месяц как никуда не не деваются вверх не идут вниз тоже не не хотят хотя чтобы сказать я там что-то питаясь по-другому нет так камера немножко подсела зарядилась но я вообще договорю и все буду заряжать и в общем я вам сказала что вес у меня стоит на одном и том же месте не ниже не снижается не прибавляется питаясь я так же как и всегда я не бросила свое похудение ну срывы бывают но срывы бывают в том плане что какой срыв я не наедаю там чего-то запретного хлеба или там пирожных пошла наелась нет я просто игру что-то больше нормы я ем если вы допустим для меня даже салат если я больше съем уже неправильно все нужно в норме пределах разумного есть а если вот много съешь вес не сразу не уходит будете смеяться но смеетесь но это мое заключение мое в общем за период этот я уже увидела что как говорят тазики можно есть салат нет вот для меня нельзя тазиками есть для меня тоже определенное количество нужно есть а что вес снижался ну организм сбой дал не пойму ничего что происходит вот пока пока вот так вот поэтому может быть и и хандрю я не знаю пойдет он вниз или нет но питание как было мне так и есть еще раз повторюсь питание у меня ничем не отличается даже от тех времен когда я просто на этом питание худела просто питалась также и худела а сейчас нет сейчас я питалась также но толстела и вес встал занял свою позицию но эта позиция мне не нравится очень много если бы он хотя бы на другой цифре встал бы я бы еще куда не шло подумала бы пусть постоит а вот с этим весом надо что-то делать но так у меня сейчас к врачам я хожу сейчас буду свои суставы лечить почему так долго потому что запись такая была у нас врача нету надо нашли другого врача другой поликлиники там тоже надо ждать время вот как-то так поэтому сейчас будете смотреть не будете дальше что я выложу там я что-то готовила если мне не стерло с ним ушло то поставлю поэтому смотрите подписывайтесь кто хочет дальше смотреть возвращайтесь будем худеть вместе я начинаю свое опять похудение сто сорок три килограмма вот сегодня утром было сто сорок три и месяц назад было сто сорок три поэтому вот сто сорок три у меня пока стоит на месте как-то так она обед у меня ведь холодец куриный вот такой вот сделала холодец захотелось ну и для сустава полезно здесь добавлен желатин с курицей всем приятно аппетит что готовим ужин здесь у меня фарш немного куриные прокрученные добавляем одно яйцо специи специи сейчас добавим специи на ваш есть специи для курицы паприка копченая и черный перец болты такие у меня вы можете любые добавлять посолим мелкая соль она не очень соленая ей точно не пересолите в общем хорошо все это размешиваем нарежем немного сыра не хочется тереть на терке вот так такими водителями на мне в общем видите если курицы курицу вот так здесь сейчас входит курицы котенок у меня этот сыр любит может быть это временно конечно и помидор последние свои помидоры домашние не очень режется мало я думаю пойдет на сковородку вот в загреваю немного маслом смазала оливковым который при нагревании при жарке не дает образовываться холестерину насколько я читала выкладываем фарш разравниваю его делаю блинчик как пиццу для пиццы по сути мы с вами готовим мясную в обжариваем двух сторон с этой стороны и с другой вот и с другой теперь кладем помидорчики помидорчики как то так вернем его и и сыр над сыром издевалась ну очень много его я положу помидорчик так как вот опять руководить процессом без него никак не получается и закрою все это крышкой на ну вот я сейчас положу на тарелку так как мясная пицца получилось вот мой ужин здесь руккола она не очень это домашняя сейчас пошла сорвала и помыла это тоже последний она уже цвет пошла в следующем году буду сажать побольше вот зря что может быть даже можно выращивать и на подоконнике попробовать зря что она не растет или замораживать ее нельзя вернее на зиму а так вот я бальзамиком поливаю и салатик из нее очень хороший мне нравится всем приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх пишите комментарии и до новых видео и